С помощью линий на руках можно предсказывать события в жизни людей. Сейчас у меня другие отношения, а ты мне это говорил. Я в морге ходил. Действительно, это было. Это помощь в принятии решений. Называть хиромантию гаданием, я считаю, некорректно. Я тут вроде как хироман, а вроде как начальник отдела продаж. То есть здесь четкая система. Его экспертные видео набирают миллионы. Его ученики живут в разных уголках планеты. Иван Громов обладатель редкой профессии. Он хиромант. А это значит, что по руке он может определить характер человека, его предназначение, а также прогнозировать поступки. Этот год проходит под лозунгом хиромантия в каждый дом. Упоминание хиромантии у людей неосведомленных может вызывать улыбку. Что важно знать про это направление нам, обывателям, чтобы не быть невеждами? Хиромантия — это отличный способ познания себя. Познание себя как личности. Познание своих сильных слабых сторон, своего предназначения. И, пожалуй, одной из самых главных ее суперсил, скажем так, это отличный шанс заглянуть в свое будущее. Ближе рук, ближе линий на руках у человека нет ничего. Эмбрион, ребенок в утробе матери, уже на третьем месяце своего развития, он уже имеет линии на руках. Еще неизвестно ни там даты его рождения, неизвестно, какой знак зодиака он у него будет, а линии на руках уже есть. И они уже отражают информацию. В античные времена женщина, к примеру, не получала на разрешение на брак, пока ее руки не были изучены хиромантами. Так оценивали состояние здоровья и в целом жизненный потенциал. Линии на руках и в целом строение даже кожного покрова, они очень много способны сказать о состоянии здоровья человека. То есть те моменты, о которых человек еще даже может не подозревать. А руки уже отражают, что нужно пойти, заняться там более глубокой диагностикой. То есть это такой универсальный и самый близкий к человеку располагающийся инструмент. Когда вы называете хиромантию наукой, я так поняла, что там есть какие-то четкие законы, правила и установки, по которым это все работает, по которым прогнозы получаются максимально точными. Есть система знаний, что эта линия отвечает за одно, другая линия за другое. Их комбинация говорит о третьем. То есть здесь четкая система. То есть ты начинаешь от одного и, двигаясь как бы по цепочке, ты уже можешь человеку дать ответ на его вопрос. Поэтому называть хиромантию гаданием, я считаю, некорректно. Могу предположить, что к вам, как к специалисту, есть в том числе и такие запросы. А когда я разбогатею, когда я буду жить красиво, богато и счастливо. Что вы обычно таким людям отвечаете? И как вы подтверждение или опровержение этого находите на линиях руки? Отвечая на такие вопросы, во-первых, нужно понимать, что для человека значит богатство. Второй момент, это все-таки предназначение человека. Есть знаки, которые указывают на то, что из человека получится, например, хороший наставник, хороший преподаватель. Просто неоднократно были в практике случаи, когда люди приходили, которые занимались абсолютно одной сферой деятельности. Получив разбор, получив анализ рук, консультацию, они для себя, естественно, делали определенные выводы и находили в себе смелость попробовать что-то другое. Это помощь в принятии решений, это помощь, может быть, посмотреть на себя с другой стороны. Раньше там преобладали вопросы, ну вот исключительно, да, женюсь, да, замуж выйду, разбогатею и так далее. Сейчас люди многие во главу угла ставят именно здоровье. Руки знают те какие-то угрозы, те болезни, заболевания, которые человек еще даже может не подозревать. И когда ты получаешь информацию, и ты пошел, например, на ранней стадии, выявил какое-то заболевание. То есть я это называю быть на шаг впереди. Правильный, грамотный специалист, он, прежде чем человеку говорить какую-то негативную информацию, но множество раз ее перепроверит и подскажет пути выхода из этой ситуации. Как вы начали свой путь в Хироманте? Что вам пришлось пройти, когда вы поняли, и почему выбрали именно это для себя? Я был в 10-м, то ли в 11-м классе еще учился, и только-только тогда вышел сериал Хиромант. Многие его смотрели, многие его любят, но кто-то посмотрел и забыл, а кого-то это прям как меня торкнуло. Грандиозное впечатление произвел этот сериал, как просто с помощью линий на руках можно предсказывать события в жизни людей. Я начал изучать, мне напомню, 15 или 16 лет на тот момент было, я начал изучать литературу доступную, тогда же такого развития интернета жить не было. Мама давала деньги на столовую, в школе. Я экономил на еде, старался покупать какую-то литературу. То есть начал потихоньку смотреть руки людей, получал подтверждение. Я в морге ходил. Действительно это было. Через ритуальные службы, которые тесно связаны с этими заведениями, удалось договориться. То есть мне давали, например, этот человек скончался от того, от этого, от того. И я уже пытался найти подтверждение на руках, почему же так произошло. Очень жаль, что сейчас не сохранились фотографии. Я делал несколько фотографий, потому что, опять же, телефона не было в кармане, на которой можно было фоткать. То есть приходилось таскать с собой фотоаппарат. И, естественно, тогда не было в мыслях даже практиковать, тем более с этого зарабатывать. Просто хотелось знать, что потом человеку помочь. Потом я, откровенно говоря, забросил. Потому что закончил институт. Я вообще по специальности государственный, муниципальный служащий. Работал менеджером по продаже, затем руководителем отдела продаж. И время от времени, то есть ко мне обращались знакомые, какие-то друзья со своими вопросами. И происходило так, что со временем то, что я им говорил, я про них забывал уже, что я им рассказывал. Потом они всплывали и говорят, слушай, я действительно развелась, как ты и сказал, с этим парнем. Сейчас у меня другие отношения, а ты мне это говорил. И вот оно как будто бы, знаете, так по зернышку взращивало, где-то внутри свою вот эту вот уверенность, что ли, о каких-то своих силах. А в какой момент пришла популярность? В какой момент вы стали специалистом, которого знают в разных уголках нашей планеты? Откуда появились первые клиенты? Как появились первые ученики? Это был 2018 год. Супруга Мария, большой ей привет, листала соцсеть и наткнулась на несколько страниц. Хиромантов говорит, слушай, смотри, они говорят, вот люди тоже, как и ты, вот у них страница, вот прайс, они зарабатывают, смотри, как прикольно. Ты же тоже, говорит, умеешь. Вспомни там тех, тех, тех. У них все сбывалось. Давай, говорит, тоже, говорит, попробуем. Ну, чем черт не шутит? Все, я помню, завели страницу. Я первое время боялся себя показать, потому что, ну, я работал в крупной, там, федеральной компании. Думаю, как так будет вязаться? Я тут вроде как хироман, да, вроде как начальник отдела продаж. Я полтора года, получается, работал в найме и уже вовсю практиковал. И потом я уже просто понимал, что у меня просто не хватает времени на работу в найме. И я посчитал, что честным будет и для работодателя, и в первую очередь для себя все-таки уже сделать выбор. Это постепенный процесс был. Ну, по сути, до тех масштабов, которые есть сейчас, то есть там больше сотни тысяч подписчиков, школа, там, очередь из клиентов, это, наверное, ну, года, наверное, два, два с половиной. Были, естественно, переломные моменты, то есть я очень боялся рассказать про это своему отцу. У меня отец военный пенсионер, то есть он всю жизнь прослужил в армии. Человек дисциплины, человек, который абсолютно этого ничего не признает. Не признает, мягко говоря. Да, и я помню, конечно, его реакцию, что типа, ну, ты там совсем что ли, зачем оно тебе надо? Это было тяжело. Ну, не жалею, что случилось именно так. Ваши ученики, они приходят учиться для себя или у них уже по этому поводу какой-то прям бизнес-план? Когда стартовали первые потоки, у меня сейчас идет набор на 12-й уже поток обучения, когда стартовали первые, был действительно запрос больше на продажу. Сейчас больше все-таки вектор меняется, чтобы там в себе посмотреть руки, в семье, близким. У меня училась женщина, ей 70 лет. Для нее абсолютно не стоял вопрос заработка. Она говорит, мне чисто нужно, у меня, говорит, большая семья, у меня трое или четверо детей, соответственно, там, порядка 10 внуков. Я, говорит, хочу просто быть спокойно за их будущее и где-то, говорит, давать им подсказки. Если делать первые шаги, если начинать пробовать себя как эзотерика, то, на мой взгляд, в Хироманке, конечно, будет именно стартнуть, именно начать себя реализовывать, в этом намного проще. Конкурентное поле, оно, по крайней мере, пока намного меньше. География, она реально весь земной шар, но без преувеличения. То есть это и Соединенные Штаты, это и Канада, это вся Европа, естественно, там, и из России, из многих уголков люди обращаются. Интересно, знаете, что ты, получается, с каждым клиентом, с каждым учеником из какого-то другого города и страны, ты обретаешь знакомого человека. Я считаю, что это тоже очень ценно. Я считаю, что это большое вообще дело служить в этом плане людям, помогать им. Большое и важное дело, которое я и мои ученики, мы все вместе делаем. То есть одна из моих миссий, это то, что вернуть Хироманте ее заслуженное уважение, которое так немножко было задвинуто, не в последнюю очередь, благодаря вот этим вот теткам у вокзала в цветастых платьях, которые дискредитировали Хироманте. Я хочу людям показать, я хочу людям своей деятельностью вернуть вот это уважение к Хироманте. Этот год проходит под лозунгом «Хироманте в каждый дом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...